Владимир Владимирович, Евгений Рожков, телеканал «Россия-1-200». Ну, во-первых, с Крымом всё более-менее понятно. Вопрос, наверное, здесь только в том, сколько придётся в итоге вложить денег в его развитие после непростого украинского прошлого. А спросить хочу, прежде всего, про самый больной и острый вопрос – это то, что происходит на востоке Украины. Про то, что происходит на части Украины, которая называют сейчас Новороссией. Они сами называют себя Новороссией. Вот какой вам видится судьба Новороссии, этой части Украины? Верите ли вы в успех минских договорённостей, приведут ли они к миру? Ну и как дальше будем помогать Донбассу? Так же, как сейчас, коммунитарными конвоями или чем-то ещё? Я уже, по-моему, отчасти ответил на ваш вопрос, когда отвечал на вопрос вашего украинского коллеги. Мы исходим из того, что кризис когда-то должен быть решён, и чем быстрее, тем лучше. Первое. Второе. Он должен решаться и быть решён политическими средствами, а не с помощью давления, всё равно какого-либо экономической блокады, либо применением вооружённых сил. И мы, конечно, будем помогать людям, как мы это делаем сейчас. Вы знаете, уже 10-й гуманитарный конвой направлен. Но мы должны всё-таки исходить и из основополагающих принципов международного права, и из права людей решать свою судьбу самим. Я ведь не случайно, это не проходная фраза, когда я сказал, что нужно восстановить мир, политическими средствами решать, и мы исходим из того, что будет восстановлено и общее политическое пространство. Какое оно может быть? Ну, трудно сейчас сказать. Но, мне кажется, нужно к этому стремиться. Но к этому должны стремиться обе стороны. В этом проблема. Обе. И нужно уважать людей, которые живут на юго-востоке Украины. Нужно восстанавливать экономические связи. Вот известно, что значительная часть электроэнергетики Украины работает на донбасских углях. Но до сих пор не покупают. Нас просили оказать давление на юго-восток Украины. На донбасс. С тем, чтобы горняки согласились поставлять. Мы это сделали, но до сих пор не покупают. Почему? Потому что закрыли все банки. Невозможно расплатиться. Вот мне коллеги буквально позавчера сказали, да, мы готовы платить. Мы перечислили предоплату. Выясняю, нет никакой предоплаты. На карточке якобы горнякам. Ну, карточки не работают. И так по каждому вопросу. Но, тем не менее, другого пути, как путь мирного урегулирования, не существует. Что касается минских договорённостей, это очень важная часть. И мы за их исполнение. Потому что, во-первых, я был одним из инициаторов самой встречи в Минске вместе с Петром Алексеевичем Порошенко. И, безусловно, президент Украины, конечно, хочет урегулирования. И у меня нет сомнений в том, что он стремится к этому. Но он там не один. Мы вот сейчас слышим уже заявления от других должностных лиц о том, что нужно там чуть ли не воевать не до конца. Чуть ли это всё может привести к какому-то общеконтинентальному кризису. Мы слышим много воинственных заявлений. Думаю, что президент Порошенко настроен всё-таки на урегулирование. Но нужны конкретные действия, нужны шаги, минские договорённости. Нужно их сгублять или нет? Да, нужно. Повторяю, я был одним из инициаторов. И мы, вот я сейчас скажу важную вещь. Вот смотрите, хочу, чтобы все вы об этом услышали. Наши представители в Минске подписали меморандум в сентябре. А к нему были приложены протоколы, которые определяли линию разграничения. Так вот, представители Донецка эти протоколы не подписали. Вот в чём вопрос. Они с самого начала сказали, мы не можем. И когда мы пытались настаивать, скажу это открыто, честно, что же здесь. Здесь такие вещи, которые общественность должна знать. Нам ответили, не можем уйти из этих деревень. Там три-четыре деревни, которые являются спорными. У нас там семьи живут. У нас там дети, жёны, сёстры. Мы не хотим, чтобы их там всех поубивали и поизнасиловали. Вот в чём проблема. И украинские официальные лица не отводят свои подразделения из тех пунктов, откуда они должны были бы уйти. Ну, скажем, из аэропорта Донецка. Они же там сидят. Но, вы знаете, последние какие события? Значит, ополчение позволило им ротировать в аэропорту своих военнослужащих. В бане их там свозило. Понимаете? Продукты питания им посылали. Но вот это, знаете, вот можно, конечно, улыбнуться на этот счёт. Но, с другой стороны, ведь в этом есть какой-то позитив. Но, может быть, в конце концов, людям удастся договориться. Все настаивают на обмене военнопленных. Я считаю, что нужно всех поменять на всех, без всяких условий. Но жизнь сложнее. Вот когда появляются списки, выясняется, что, во всяком случае, так, как нам говорят председатели ополчения Донбасса, в этих списках с украинской стороны есть лица, которые задержаны были совсем не в связи с боевыми действиями на юго-востоке Украины, а где-нибудь там, в Херсоне или в Одессе. Надо сверять эти списки. Мы, тем не менее, настаиваем. Я считаю, что нужно, чтобы люди до Нового года, до Рождества оказались в своих семьях, вне зависимости ни от каких других обстоятельств. Но вот вчера была договорённость о том, чтобы обменять 30 человек. Представители ополчения выехали на место обмена. Появился представитель официальных властей Киева, сказал, «Нет, менять не будем вплоть до следующей встречи в Минске». Можно, конечно, и по этому пути пойти, но если можно было, привезли 30 человек, забрали бы их хотя бы. Ну, ладно, это детали. Во всяком случае, всё-таки такой позитив, в том числе и с точки зрения исполнения, поиска совместного решения к исполнению минских договорённостей – это очень важный и нужный процесс. Вот сейчас договорились о том, что в ближайшее время, там, сегодня-завтра должна состояться видеоконференция, в форме видеоконференции диалог должен состояться, а следующий шаг должен произойти уже на встрече в Минске. Но здесь важно ещё и другое. Важно, чтобы и киевские власти тоже исполняли все свои договорённости. Вот была договорённость о том, что будет принят закон об амнистии. Где он? Вот нам всё время говорят о том, что был принят закон об особом статусе. Но он не мог действовать этот закон, понимаете вы или нет? Потому что закон мог вступить в силу и реально начать работать только тогда, когда был бы принят другой акт о этой разделительной линии. А он так и не был принят. Поэтому нужно прекратить заниматься компиляцией. Нужно понять, что если Украина хочет восстановить мир, спокойствие и территориальную целостность, то нужно уважать людей, которые проживают на отдельных территориях страны. А уважая, вести с ними прямой, открытый, честный, политический диалог, именно политический, и прекратить давление. Надеюсь, что в конце концов по этому пути все и пойдут. Продолжение следует...